Петрология Петрология С другой стороны, между прочим, если на вас, скажу, немножко грубовато накатывают какие-нибудь, там, те же аккредитаторы, да, сказать, вот как опять Митрология сейчас говорит, да, там сейчас был момент, что вот они предъявляют такие требования, он говорит, а где написано, то есть, вот они, нигде, то есть, вот это вот, в метрологии то же самое. Значит, так вот, начинается метрология все сопределить. Вообще, метрология такая штука, она на стыке как-то физики находится, и вот, как ни странно, их скрутится, такое удивительное сочетание. Вот так вот, значит, начинается, как всегда, степень к определению. Значит, что есть что? Обязательно в метрологии есть определение всех единиц физических величин. Вот есть прям тексты, где написано, что такое метр, что такое секунда, что такое килограмм, что такое кельт и так далее. И зато есть определение, что такое Петерель, что такое Грэль и прочее. И вообще говоря, вот оттуда, вот от этих определений выстраивается все, это договоренность. То есть люди договорились называть вот такое единиц измерения какой-то величины, вот так, как написано. И уже исходя из этого выстраиваются первичные талоны, то есть устройства, которые реализуют значение этих единиц величин по определению, как написано. И дальше строится система передач единиц вниз, куда? На рабочие средства измерения, на которые мы все работаем, да? И измерения, которые делаются по методике. Так вот, что такое активность. Вот определение. Значит, активность это отношение числа спонтанных ядерных переходов из определенного энергетического состояния ядра радионаблида в источнике, это интервал времени. К этому интервалу. Единица измерения Бекеринг. Размерность единицы в секунду. Понятно? Значит, почему вот не есть такое жарконное определение количества распадов? Потому что дело в том, что бывают такие источники, такие радиоактивные вещества, где, строго говоря, распада в том смысле, что превращение ядра с испусканием материальной частицы, бета-частицы или альфа-частицы не происходит. А происходит фактически высвечивание гамма-излучения в виде гамма-квантов, ингеновского излучения и так далее. Причем, такие некоторые радионуклиды есть, где вот это время высвечивания вот этого гамма-излучения, а это что такое? Это электромагнитное излучение, как свеч, только более жесткое для опознания. Оно происходит долго. Например, в медицине используется такой радионуклид технецей 99-м возбужден. У него период полу-распада, около 6 часов, у него не вылетает никакого в это излучение ничего нету, только гамма-излучение идет. Но он в течение 6 часов период полу-распада. Приведу пример ближе к нам. Вот цезис 137, да, мы все меряем активности? На самом деле мы-то меряем поход по гамму, уж меряем по гамму, да? На самом деле мы меряем не цезис 137. Потому что цезис 137 вообще-то чисто бета-излучение, у него гамма-излучения нету. Но цезис 137 превращается при распаде в барий-137 возбужденный. И мы видим на самом деле линию вот этого барий-137 возбужденного, между прочим. Почему мы говорим об активности цезия? Потому что период полу-распада вот этого барий-137 это какие-то там то ли минуты. А у цезис 137 это 30 лет. Соответственно, не всегда равновесно будет. То есть активность бария-137 возбужденного, она равна всегда точно цезис 137 в любой момент. Но тем не менее, если говорить с точки зрения физики, мы измеряем активность в барий-137 возбужденного, у которого ядерного распада уже не происходит. А происходит что? Как раз спонтанный переход ядра вот этого барий-137 возбужденного из возбужденного состояния в стабильное с распусканием комфорта. Поэтому вот это определение вот такое. Значит, вот этот слайд в пицце, вы уже где-то видели. Значит, ситуация какая? Как мы измеряем активность? Вот общая схема. Значит, стоит детектор, который измеряет скорость счета, ну чего, либо бета-частиц, либо альфа-частиц, либо гамма-квантов, вот здесь нарисовано для гамма-квантов, да? Значит, мы измеряем скорость счета вот этих импульсов, которые эти гамма-кванты дают, поглощаясь в рабочем теле детектора, да? Умножаем на некий коэффициент чувствительности, калибровки, как хочешь назови, и получаем активность. Значит, никогда, или скажем так, очень трудно организовать систему, чтобы активность была равна скорости счета. А вот почему. Потому что вот этот коэффициент, он на самом деле зависит многое от чего? Он зависит от геометрии. Потому что гамма-кванта, да, ну, про гамма-кванта говорить больше всего, хотя это относится ко всему, оно излучается в 4π во всем сфере. А здесь детектор, видите, просто телесный губок, да, есть геометрические факторы. Второе, значит, что есть самопоглощение в источнике. То есть если радионуклида замешиваем матрицу какую-то, да, то там еще может быть самопоглощение, и не все гамма-кванты вылетают на руку. Дальше. Не каждый акт распада сопровождается излучением гамма-кванта. Это уже ядерные константы, но тем не менее, что так акт распада произошел, а гамма-квант не вылетел. Вылетел там какой-то частицы, или там какой-нибудь длингенский фактор, или еще чего-то. Дальше. Не каждая частица, или гамма-квант, попавший в детектор, вызывает индус. Вот так система. То есть таким образом вот это все набегает, и критер чувствительности в общем случае, вот этот, или калиброчный компетент, вот так найти очень трудно. Иногда невозможно. А что делать? Ну, прием очень простой. Берем источник известной активности, вот делим источник известной активности, такой же геометрии, как вот мы измеряем рабочий источник, измеряем скорость счета, то есть металонный источник, измеряем от него скорость счета, делим одно на другое, и получаем вот этот коэффициент чувствительности, или калибровочный коэффициент, который используют уже в других компетенциях. Это общий принцип. Там, конечно, всякие есть, дальше начинается тонкость и нюансы, но принцип он остается таким. И дальше возникает вопрос. А где взять вот этот эталонный источник, который должен, я беру источник, и, наверное, написано, что столько-то пяти лет. Вот кто скажет, что у него столько-то пяти лет? Так вот, существуют эталоны, это устройство, которое реализует, как я уже говорил, значение единицы по определению, называется первичные эталоны, которые, вот как написано, что это количество ядер на превращение в единицу времени, вот эти спонтанные, они способны регистрировать вот это излучение ядер радиоактивных веществ, вот эту единицу получить. Значит, вот я вам просто даю схему, значит, самая главная схема, вот этот метод лежит в основе государственного первичного эталона активности радиоактивности. Значит, у нас в стране вот расположен в городе Санкт-Петербург, вне метрологии, вне дельника, вот там первичный эталон активности радиоактивности радиоактивности. И, кстати, основные эталоны в области радиоактивности и незеркновенной излучения в основном там. Немножко есть еще в обнеевтении, но основные там. Значит, как все-таки измеряют именно, вот, ну, скажем, по старинке все-таки распады, да, потому что в данном случае эта система именно на распаде. Значит, вот представим, что у нас есть радионукриф, который при приводке ОБ-60, значит, у него бета-распад, то есть вылетает бета-частица, и дочернее ядро, оно потом высвечивается гамма-квантом. То есть в акте распада излучается бета-частица, и излучается гамма-квант. Значит, время между вот актами вылета и бета-частицы, и гамма-квант, оно очень маленькое. Это что-то 10 минус 18, и 19, и 20 секунд, и по порядку величины. Вот так, то есть почти практически. На наших временах это мгновение. И вот если построить такую систему, что один детектор регистрирует только бета-частицы, другой детектор регистрирует только гамма-излучение, и еще вот отчеты от них, то есть это я не считаю на импульсе, да, и еще есть некая электроника, которая показывает, какие вот отчеты совпали, одновременно произошли, да, то вот эта комбинация позволяет подсчитывать именно акты распада. Это не просто вот регистрируется излучение, а акты распада. И активность будет равна вот этой вот, вычисляется в общем случае, по этой формуле. Скорость счета по бета, скорость счета умножить на гамма, разделить на скорость счета канал совпадения. То есть, вот если совсем по-простому, то смысл такой, что вот система зарегистрировала бета-частицу и гамма-частицу, и если совпадение показало, что это было одновременно, был акт распада. Значит, система сочетала не просто бета-частицу и гамма-частицу, она именно сочетала, чтобы был распад ядра. То есть, такая система подсчитывает действительно распады, и она как раз реализует, и тереть в определении. И формула, видите, простая. Но на самом деле, она не совсем простая. Вот я вам покажу формулу, такая распространенная, по которой работает большинство эталонов. Ну, и здесь тоже видно, смотрите, это вот, это идет поправка на фон. Вот, m-бета и на фон. Это на фон. Вот. И еще здесь есть небольшая поправочка, значит, на случайное, так называемое, совпадение, что есть вероятность, что могут сосчитаться одновременно гамма- и бета-частицы, но они, ну, знаете, рассеяли, случайно совпадают. Вот. Вот эти поправки здесь вводятся, вот, и вот такая формула. Значит, и сейчас я просто так, знаете, для красоты, для красоты, покажу формулу, по которой точная формула совпадения. Она имена, человеку, то есть решали дифференциальное уравнение, то есть, красе счета по каналу, но вот они его решили, вот так вот они решили. Даже эти фамилии есть. Вот. Опять, она вот она, на самом деле. Но, видите, вот, ей серьезная кухня, ей занимается, вот, институт в нашей стране, это гниметрология Меделеева в Санкт-Петербурге. Значит, вот как выглядит установка вот этого, реализующего метода совпадений. Вот, кстати, это мы делали, делали, выставляли ее на государственный первичный салон, так и хвастаюсь немножко. В качестве бета-детектора используется пропорциальный счетчик внутреннего заполнения, там ставится источник, мячейки, выдвигается сюда, это бета-канал, гамма-это сенсуляторы, дальше электроника, в общем, проходит. Значит, для чистых гамма-излучателей, ну, вот, например, ЦС-137 таким образом измеряется, значит, создана система счета гамма-квантов геометрии 4П высокой эффективности. Это фактически два сенсулятора, огромные, только не так, вот такие же, как у вас, да, только они огромные. Вот, и источник делается на том, наносителе, чтобы было самоупоглощение минимальное. Ну, вот как выглядит на том, это вот кусок государственного эталона. То есть, вот туда зажимается источник, вот туда кладется, вот это все сенсуляторы, специально выращенные для этой системы. Ну, вот размер ее, ну, вот видите, розелька, вот такая. Вот это вот другой метод первичный. Значит, какие точности? Ну, вот по основным таким нуклидам, вот, вы можете увидеть, какие неопределенности вот этих измерений. Но я хочу сказать, что это вот нуклиды, это такие самые лучшие. Бывают радионуклиды со сложными схемами распада, где вот эти вот неопределенности, они уже проценты. Вот, то есть, это зависит от того, вот, насколько сложная радионуклид. Теперь, значит, вот эти все методы, вот эти все установки, они лежат, как я уже сказал, в основе государственного первичного эталона активности радионуклид. Значит, вот у нас в России, как я уже сказала, расположена Менделеева, информация, вообще, я сейчас буду вот красный нитью проходить, еще тоже скажу подальше, когда законодательный метрологий будет. Вот информация о всех эталонах сейчас содержится в федеральном информационном входе по обеспечению единственного измерения. Вообще, это сайт. И вот там все это можно увидеть, это цитата. Вот, и здесь вот все перечислено, значит, как он называется, где он расположен, его метрологические характеристики, его состав, видите, на самом деле, в нем раз, два, три, четыре, пять, шесть установок. Значит, утвержден он был в 95-м году, и, между прочим, сейчас он проходит переутверждение. Вот сейчас, в настоящее время, это перетолон, вот сейчас они его переутверждают. Была большая работа проделана под модернизацией от этого нашего метрологического государства и проводят переутверждение. Год с года они должны быть переутвердить. Значит, теперь, вот это вот, вот это, это международное сличение списка. Сейчас вот тоже, такая интересная, что вы видите, по нуклеинам разбить. Значит, это суть вот в чем, что институты, вот эти первичные, вот как МСИ, обязаны проходить, да, вот МСИ, они тоже обязаны в проекте проходить. Только это называется не МСИ, а у них называется ключевые сличения. То есть, они сравнивают показания, результаты своих измерений, вот основных нуклидов, с другими, такими же, вот первичными эталонами других стран в мире. Вот. И они строят там программу, какие нуклиды сличать, потому что, понятно, все сличить невозможно, существует целая система, как покрыть все потребности страны. Вот. Значит, ну и смысл в этом какой, то есть, что, понимаете, в чем дело, они верховные. Если вот мы можем, значит, вот мы имеем источник, насколько он у меня правильный, мы можем каким образом узнать, либо откалибровать его по эталону высшестоящему, либо поверить, они выше, они могут подтвердить или узнать, правильно они вообще измеряют активность или неправильно, потому что они вруси. Вот только таким способом. Вот это результаты вот таких сличений, как раз. Вот это по Европе 152, это один из нуклидов, который является основой вообще всей спектрометрии. Значит, вот это вот институты, аббревиатура, вот это каждая аббревиатура, это институт, видите, сколько их много. И США, и Австрия, и международные организации, и Франция, ну, тут Корея, тут, в общем, все, тут Китай. Вот, вот в них. Вот, раз, видите, как здорово попали. Вообще, надо сказать, в них обычно хорошо попадает, хотя, бывает, что отклоняются. Значит, какие у них результаты? Вообще, надо сказать, вот этот вот уровень, да, относительно которого, он вычисляется по результатам измерения вот этих сличений. То есть, смысл вот этого уровня, опорного, это, как вы знаете, такая реализация единицы, не реализация, абсолютное, что ли, такое значение единицы си в мире. То есть, вот этот вот уровень, его смысл такой, что это фактически бедерель для Европы 152-го, такой, знаете, виртуальный эталон такой, то есть, идеал. Вот, а каждой стране дают, присваивают, как называется, степень эквалидности, отклонения от этого уровня. Это, как бы, версия реализации единицы си в стране. Вот. И бывают, такие вот, знаете, вот смотрите, вот этот институт, это испанцы, да, и вот этот институт, это корейцы, вот они друг от друга довольно отклоняются. И бывает, что, особенно, когда происходят какие-то вот испытания, например, каких-нибудь приборов в целях утверждения, типа, вот, скажем, из Кореи, да, проходит какую-то легализацию, вот, в Испании, прибор точно, то иногда приходится вводить поправку на разницу реализации единицы от Метереля или там, Грея, там, соответственно, и так далее, вот, в Испании и в Галинии. Я лично с таким случаем встречался в области рентгеновской дозиметрии, что когда проводили испытания в целях утверждения типа прибора рентгеновского дозиметрии, вот, он был немецкий, там вот как раз вводили поправку на вот разницу реализации вот этого Грея и рентгена между Россией и Германией. Такое бывает. Еще момент. Вот смотрите, некоторые институты, вот скажем, вот институт, вот это, это его неопределенность, собственная оценка его измерит в точности. Вот этот оценивает себя адекватно, видите, вот дотянулся до вот, а вот этот мерит так же, да, он неадекватен. То есть он думает, он думает, что он мерит точнее, чем на самом деле. Какие у него есть варианты? Либо он увеличивает свои вот эти неопределенности собственные, и пишет документацию, либо ищет, в чем он не прав, и встречается еще раз. В общем, схема, в общем-то, похожа на МСИ. Называется ключевые сличения. Дальше, под каждый эталон строится так называемая поверочная схема государственная. Значит, если раньше она утверждалась в виде ГОСТов, то теперь в виде приказа про стандарты. Что это такое? Это фактически цепочки, по которым единица измерения из государственного первичного эталона передается на все рабочие средства измерения. Прежде всего, при поверке. Значит, как сделано? Вот это государственный первичный эталон, следующая цепочка, это рабочие эталоны первого разряда, и вот здесь написано, как эта единица передается. Каким способом? Сличение, прямые измерения и так далее. И здесь вот эти колонки это разные объекты, это источники, это радиометры прибора, это источники объемные, ну, вот разные виды средств измерения. Следующий уровень это рабочий эталон второго разряда. не так, это вторичный эталон, это первый разряд, это второй разряд, и вот здесь все рабочие средства измерения. И вот по цепочкам можно проследить, как правильно то или иное средство измерения с его погрешностью можно, надо поверить. Значит, при каждой ступеньке происходит, естественно, потеря точности. Вообще, забегая вперед, я скажу, что это так называемая прослеживность. Это сейчас фундаментальнейшая, принципиальнейшая основа, креугольный камень современной всей системы обеспечения единственных измерений, что единица измерений си должна не как-то изобретаться по пути, рассчитываться и так далее, а должна передаваться с государственного первичного эталона на рабочий средств измерений даже на результаты измерений. Вот, это еще впереди немножко скажу. Вот, эта поверхностная схема как раз прописывает такие пути. Теперь, еще одно слово про активность. Кроме Беккерелия есть еще такая измерения Кюриль. Знаете, да. Что такое Кюриль? Значит, чуть-чуть скажем. Вообще, значит, численная 3,7 на 10 десятых Беккерелия, вот, Кюриль, вообще, это старая единица. В общем-то, она уже устаревшая в какой-то степени. Откуда она взялась? Вообще, ее определение вот такое, что Кюриль это активность одного грамма радия, который находится равновесие со своими продуктами распада радия 226. То есть, иными словами, что это Кюриль. Если я возьму один грамм радия 226, запечатываю его в амбулу, чтобы оттуда не вытекала родок, который образуется при распаде радия. Вот, и вот эта вот активность эта ампуля, когда наступит равновесие, вот эта и будет Кюриль. Значит, почему эта единица была и почему ее убрать? В общем, из-за такого основного потребления, значит. Потому что, когда открыли явление радиоактивности, это было давно, это уже было в начале 20-го века, тогда не было возможности, вот, не было ни стециляторов, не было ФЭО, не было ничего. Тем не менее, как-то надо было измерять активность. И придумали так, а измерения какие были? Знаете, вот по измерению заряда всякие электрометры были, вот, знаете, ставят источник, он ионизирует воздух и там отклоняется стрелочка. Вот такие лепестки и раздвигаются. Вот такие были методы измерения. Измерение объемного заряда, который, как следствие, ионизация вещества, прежде всего воздуха. И поэтому сделали так, давайте развесим по грамму ради, аккуратненько, да, вот, обзовем вот этой единицей, названной единицей, вот, так и сделаем. Это вещественный эталон, типа килограмм. Что такое килограмм? Это сделан из специального сплава, который стоит там, международный бюро мировецов, с ней сделали копию, с нее взвесили, передали в страны, и вот она единицей. Вот здесь то же самое. Значит, было сделано вот этот, развешан этот грамм, сделаны были первичные копии, которые были розданы по таким развитым странам, в том числе и в России, есть такая первичная копия. Вот, и так же. Значит, потом, почему перешли на бикерины? Потому что, понимаете, метрология вот не любит такие вещественные эталоны. Понимаете, вот хранится там полосрадия. Вот у нас она хранится в огнеиде, до сих пор хранится. Взяли ее потерян, и что, страна лишается единицы? Или что-то там лопнуло, или что-то с ней произошло? Вещественный эталон. Делать такой новый можно, но очень сложно, это надо что-то делать, встречать его с такими же, понимаете, это вещь. Вот, и сейчас тенденция современной метрологии это переход вот, ну, возбудить единицы, вот бикерины. Он не привязан никакому материальному мобилю. Вот. С другой стороны, после войны стала интенсивно развиваться техника. Прежде всего, значит, появились что-то сенсиляторы, полупроводниковые детекторы, импульсная электроника пошла, теория стала развиваться. Вот это вот, то, что я вам показал, это измерение активности, абсолютной. Вот это все развивалось, и где-то в 70-е годы был официально сделан переход с Кюри на бикерины. Тем не менее, Кюри все-таки остался, как мне системная единица осталась. но дальше произошла очень интересная история. Значит, вот эти, в 70-е годы был переход, но у людей, в институтах, в том числе и в России, остались вот эти обходы. С ради вот этих продвижений. Вы знаете, никто их не выкинул. Значит, по какой причине? Это, знаете, уникальный объект, вот эту всю работу по внедрению Кюри, по сопровождению делали великие люди. Типа вот Резерфорд. Начинал все это Резерфорд лично. Мария Складовская-Кюри, она вот участвовала в этой работе. Вот. То есть они это делали изначально. Вот. И понимаете, выкинуть вот такую вещь, да, которую Резерфорд в руках держал и Кюри, ну как-то вот рука не поднимается. А метрологи, люди дотошные. Вот. И они не просто там в сейфе лежали, они продолжали за этими ампулами следить. Насколько она герметична, стабильно и так далее. Вот. И тут, ну лет, что-то тебе узнать, лет пять назад, ну может больше, так, восемь, семь, восемь. Вдруг мировое сообщество, значит, заверзло в метрологическое. Давайте-ка эти все ампулы и эталоны вот этих массы Резерфорд называются Кюри реанимированы. Для чего? Родон. Есть проблема Родона. Родон, как известно, это первый продукт распада Резерфорд. А эталонов первичных Родона практически нет. Вот, например, в России нет эталона Родона. Представьте, вот первичного эталона Родона в России нет. И он мало где есть первичный. Буквально две-три страны именем. Тем не менее, что-то надо делать. И сказали, а вот ампула с этим сам, вот активность его известность, давайте все реневер. И тут выяснилось, что как раз все эти ампулы сохранили, там провели какую-то работу. И вот результатом его было то, что в России один из результатов в 2012 году был утвержден государственный металлок, но единится масса Роди. Вот тоже на него все данные есть. И вот он работает. И в его поверочной схеме есть монитор Родона. Вот такая интересная вещь. Новая, хорошо запреты старая. Кстати, вот здесь написано, сколько этих грамм Роди. На самом деле, конечно, не грамм. Грамм ни у кого нет. Потому что это очень дорого. Российская вот эта ампула это 21,283 миллиграмма безводного часа. Вот смотришь, как написано вообще. Чистый безводный хлористый ратиль 21,283 тысячных миллиграмма в ампуле из тюрингенского стекла. О, как. Внутренний диаметр 3 миллиметра в площадке стенок 0,25. Вот он вот этот самый обниматель. Так что вот такая интересная история. Про активность все. Есть, знаете, какие-то вопросы задавайте по ходу, а то уйдешь и забудешь. Не стесняйтесь. Теперь вот про дозиметрию. Здесь, знаете, я поконкретнее. Здесь вообще интересно. Знаете, я как метролог совершенно искренне считаю, что система единиц измерений дозы вообще одна из самых сложных вообще из того, что вообще человек придет. Вот если взять другие виды измерения, я не знаю, там радиотехнические измерения какие-нибудь, там электромагнитные, там вот эти всякие вещи сложно, вы знаете, там зависимость от частот всякие, там разные единицы, там сложно. Так иногда приняешь, туда акустика, сложная штука, реально, химия, химия вообще сложно, в химии эталонах нет, эталонного моля не существует, пока пытаются сделать, но его пока нет. Поэтому там все совсем другая система обеспечения доза измерения и вот это все еще. Так вот, мне кажется, что доза все-таки самая сложная. Почему? А вот почему. И в этом есть объективная причина. Дело в том, что в нормативах, а что это нормативы? НРБ. Я беру, знаете, дозиметрию радиационного контроля, я не беру технологическую дозиметрию. Там как-то все понятнее, поэтому даже неинтереснее. А вот здесь дозиметрия радиационного контроля, значит, здесь вообще цель, ради чего вся делается дозиметрия, это обеспечение радиационной безопасности. Кого? Людей. А для людей есть что? Нормативы, которые прописаны в норму радиационной безопасности. Что такое эти нормативы? Собственно, там две дозы, две величины, эффективная доза и эквивалентная доза, которые являются поглощенными дозами органов, которые умножаются дальше на всякие коэффициенты учета, ну, во-первых, радиоэбиологической что ли, чувствительности органов, впоследствии, ну, впоследствии, это рак. И, с другой стороны, к опасности излучения. То есть, эффективная доза, там, взвешивающие коэффициенты, коэффициенты качества, да, вот это все. Но, получается, с точки зрения измерения поглощенная доза, что такое поглощенная доза, сейчас, что там это энергия, поглощенная веществе. И спрашивайся, как ее измерить в орган. Дозиметр не ставишь в орган, который там прописан в НРП, а там прописаны органы и мозг, и глаза, и почки, и ганаты, все, не вставишь туда. Как измерить? Соответственно, норматив есть, а с другой стороны величина принципиально неизмеряемая. И что делать? С другой стороны, дозе можно поймать и с другой стороны. Значит, можно создать на основе законов физики некоторую систему дозиметрических величин, в которой можно реально изменить и даже реализовать с помощью этого. Значит, такими единицами являются поглощенная доза в веществе, есть такая величина керма, слышали, кстати? Да, то некоторые. Сейчас скажу. И экспозиционная доза. То есть, вот эти три дозы могут быть реализованы на законах физики с помощью технических услуг. И придумали люди для того, чтобы связать вот эти физические величины, которые можно сделать с прибором, ну, мы бы говорили, на столе или там где-то в лаборатории с нормированными величинами, которые не измеряются, придумали, значит, такую штуку под названием операционные величины, которые, с одной стороны, связаны однозначно с этими величинами, с другой стороны, дают оценку верхнюю, консервативную, как ее называют, эти самые, по специалисту операционному контролю, нормированные величины. То есть, утверждается, что если я измерю операционную величину, получивое значение, ее можно измерить, она должна быть измерять, вот, то вот эти вот нормированные величины, они будут не, как это сказать, не хуже. То есть, верхняя оценка, причем безопасна. Значит, таких операционных величин их две. Это дозы, это поглощенные дозы фантома, это амбинентный эквивалент дозы и индивидуальный эквивалент дозы. И вот я сейчас по ним, по всем этим вещам пойду. Значит, опять-таки определим. Поглощенные дозы, что это такое? Это отношение средней энергии, переданное включенным излучением вещества, к определенному вещества, единица измерения жоли на килограмм, это Грей. Кстати, если Грей, я начинаю умножать на всякие коэффициенты, то это становится уже Зивит. Грей, это вообще фамилия. Это был такой радиолог-ученый, биолог, как и Зивит. Зивит по-моему шведски, какой-то английский перешатываться. Значит, и теперь я сейчас пройдусь сначала по физическим величинам. Керма. Значит, вот поглощенная, значит, поглощенная первая физическая величина, вторая физическая величина, керма. Значит, само слово это керма, это вообще сокращение от английской фразы. Вот она здесь написана. Кинетик энджелли, ласт пи масс. То есть, кинетическая энергия, высвождаемая на массу. Вот ее определение здесь. Это отношение суммы первоначально кинетических энергий всех доряжных частиц, возникающих подействий индиизирующего излучения, в элементе вещества, в массе этого вещества. Значит, на пальцах. Что это такое, для чего и великих, вообще, в чем ее великих. Значит, по сути, вот когда индиизирующие излучения падает на вещество, любой, в мозг, в ткань, неважно, что происходит? Происходит ионизация этих атомов и молитвов, которые находятся вещества. Значит, что при этом происходит? Значит, вот та энергия, которая падает, она теряет энергию, которая идет на две вещи. Она идет, во-первых, на разрыв, на ионизацию, но это очень мало. На самом деле, вот энергия ионизация это что-то порядка 30 электрон-вольт, такого порядка, электрон-вольт. А энергия падает, киловольт, мега, киноэлектрон-вольт, мегаэлектрон-вольт, большие энергии. Спрашивайте, куда идет остальная энергия? Вот. Ну, на нагрев вещества, да, вот поглощенные дозы. Но она еще может идти, как нагрев происходит? Вот процесс сам. Значит, начинается разлетаться продукты ионизации. Это вот ионы и электроны. Они разлетаются с энергиями, которые откуда берутся? А вот как раз из падающего вещества, просто механика. Даже, знаете, если угодно падает, там, гамма-батная или бета-частица, разбила, развалила атомы или там молекулы, и вот продукты распада этого ионизации, ион и электрон, они вот, поглотив энергию, которая вот их ионизовала, они вот с этой энергией начинают разлетаться. То есть, иными словами, как раз поглощенная энергия вещества, это и есть кинетическая энергия вот этих взлетающих остаток. Теперь, зачем это придумали? А придумали и вот зачем. Что оказалось, вот, чтобы измерить поглощенную энергию, я должен проводить тепловые измерения. Я должен измерять, насколько вещество нагрелось под действием индивидуального излучения. А вот этот, ну, как сказать, нагрев очень маленький. Индивидуальное излучение, оно так специфически поглощается, оно не полностью, да, как говорилось вам раньше. Вот. И тепловые эффекты очень маленькие. если еще, вот знаете, клиническая дозиметрия, которая для онкологии применяется, там тепловой эффект еще он измеряемый, то для радиационного, для защитного уровня, это настолько пшиковый эффект, то есть, я поставлю какой-то поглотитель из ткани эквивалентного вещества даже, да, какого-нибудь, и буду измерять тепловой эффект, он настолько маленький, что его очень трудно измерить. Не говоря уж о том, что тепловые измерения, они очень тонкие. Это, знаете, надо эротировать, что вот тепло никуда не уходит, чтобы он выделился и термометр, термотача попал. Дальше. По действиям излучения в веществе могут идти реакции химические, которые тоже поглощают или выделяют вещество, и уже полуявляется, я уже измеряю не ту температуру, которая, вот, чистое поглощение. Очень тонкие измерения. А чем дольше измерения, тем выше ошибка. А вот керма, значит, что здесь? Вот разлетающиеся частицы кинетической энергии. Что это такое? Частицы заряжены, это ионы, электроны, да, значит, и кинетическая энергия, это скорость. Это ток. Это электрический ток. И вот если сделать систему, которая измеряет ток вот этих вот, ионизируется вещество, разлетаются частицы и измеряют ток электрический от них, вот это все намного круче оказывается. Электрические измерения, они вообще технологичнее, точнее, лучше, чем вот тепловые. Вот поэтому перешли к кераминам. Следующая единица, экспозиционная доза. Это суммарный заряд всех ионов одного знака, созданный при облучении килограмма воздуха. Значит, единица кулон на килограмм. Значит, от этой величины сейчас уходит. По как причине? Потому что она привязана к воздуху. Если керма и поглощенная доза в любом обществе, то экспозиционная доза это по определению только воздух. И здесь позиция такая. Она сформулирована на международном уровне, сформулирована на российском. Что значит вот эта экспозиционная доза, как вам сказать, не так, что, знаете, вот с такого вот момента мы ее запрещаем. Несколько такая, что те дозиметры, которые выпущены, калиброваны, градуированы, вымеряются в терминах экспозиционной дозы, пусть живут, пока не выносут на стол. Но новые делать нельзя. Кстати, вы, наверное, и замечаете, что новых дозиметров, которые измеряют рентген, это как бы тоже даже увеличит. А таких новых нет. Это все вот старые, которые доживают свои виды. когда-нибудь они доживут, и будет такой плавный естественный переход уже на единице кермы и поглощенный дозу. Значит, буквально еще пару слов насчет реализации кермы еще. Вот такой метод, вот как измерять этот ток. Вот это, значит, вот плоскопараллельная камера, это конденсатор. Представьте себе конденсатор, да? В нем воздух находится, это вот кермогонток. Вылетает пучок индивающего излучения, он там индивирует воздух, образуются электроны и ионы. И прикладывается небольшое напряжение, под действием которого эти ионы электроны образуют ток, который измеряется. Все. Какое напряжение я приложил, я знаю, ток я измеряю, а это уже величина функции вот этих соматологических энергий, соответственно, энергии, поглощенной энергии в воздухе вот этого индивидуального излучения. Изящно, просто, красиво. Ну, конечно, как всегда, там потом набегают всякие поправки, вот там уравнения, но это все, как говорится, люди работают. Пауха не первичная работа. Значит, такой есть момент, значит, что керма с поглощенной дозой совпадают до очень высоких энергий, выше мэра. Значит, где начинается расхождение? Вот, где керма начинает отклоняться к поглощенной дозе. То есть, до энергии, там, полтора примерно мэра, ну, чуть ли не меньше, там, 1,3 мэра, это одно и то же просто. Дальше начинается расхождение. И с чем они связаны? Они больше всего связаны, знаете, с тем, что, вот, как сказать, чем выше энергия, да, в воздухе излучения, тем больше кинетической энергии вот этих разлетающихся частиц, тем, соответственно, они дальше летят. А надо их все собрать. То есть, получается, чтобы создать эталон, вот, на энергии, там, полтора мэра или два мэра, надо огромную, вот, такую камеру, чтобы заведомо все частицы, которые образуются, дали водку, дали вкладку, чтобы она не вылетела наружу. Но это сложно создать. То есть, есть какие-то геометрические, вот, эти самые, пределы, и вот из-за этого начинается дальше расхождение. Но, то энергия, вот, наша схема работы в этапной темпе. Значит, соответственно, существует у нас в стране вот два эталона о первичном этим дозиметрическом. Один, это кельмы и бруты экспозиционной дозы. Эта основа для дозиметрии рационного контроля расположена также в Санкт-Петербурге в Угнии. Вот, недавно, в 19-м году, проявлен проходил переупреждение. Вот, вот для него опять-таки список его сличений международных, где они подтверждают фактически свою компетентность. Как мы видим, что они делают по всем двух лицам, по всем энергетям гамма и этого, не гамма, рентгенского излучения. То есть, в этом смысле все в порядке. Значит, вот как он выглядит. Значит, там вот, это вот рентгенская часть этого эталона. вот там стоит рентгеновская трубка с фильтрами. Вот это вот та самая камера, которая реализует термон. Расстоянием регулируется мощность дозы. Ну, камера, чтобы смотреть, что там происходит, когда работа не станут проходить. Вот государственный привычный эталон. Значит, то же самое есть государственная поверочная схема. Структура ее аналогична тому, что показывала. И второй эталон расположен на УНИФ-3. Вот, под Москвой и Дилейбом. Значит, это эталон уже поглощенной дозы. Значит, там единственное свечение это поглощенная доза в воде кобальта 60-х излучения. Вот. Это, знаете, это основа прежде всего клинической дозиметрии, то есть тех дозиметров, которые применяются при измерении ДОС отпускаемых пациентов при нитевотерапии водкалон. Вот это там. А тот для ирониционного контроля. Значит, это вот как выглядит этот эталон поглощенной дозы. Здесь стоят огромные мощные побыльного излучателей. Значит, это организационные камеры. Вот это вот поглотитель как раз из калориметра. То есть здесь как раз поглощенная вода. То есть здесь действительно поглотитель, там термодатчик, все это помещается вакуум. И вот это вот и есть поглощенная доза. Вот тоже кусочек этого эталона. Вот стоит калориметр в водном фантомии. Это инвестиционная камера и рядом с ускорителем. Вот это вот поглощенная доза. То же самое поверочная схема. Видите, совсем свежая 2014 года. Вся схема тоже самая. Теперь это физические величины. Теперь возвращаемся к операционным нормам. Значит, какие операционные величины существуют? Их две. Как я говорил, объектная эквивалентоза индивидуальная доза. И здесь я сейчас поподробнее расскажу, потому что это имеет непосредственнейшее отношение вот к практике. Значит, что такое объектная эквивалентоза по определению? Вот это его определение. Это поглощенная доза, которая создается в шаровом фантоме диаметром 30 см сделанного из ткани эквивалентного пластика. Что такое ткань эквивалентного пластика? Это написано. И вот это состав. Значит, на глубине 10 см направление падающего плоско-параллельного пучка. Вот это объектный эквивалент дозы. Он измеряется. Раз это поглощенная доза, туда можно вставить дозиметр, который все изменит. Вот. Значит, вот эта величина, это вот ты чего и убери, что это такое вообще? Это, знаете, основа фактически группового дозиметрического контроля. То есть, иными словами, это уже радиобиологи придумали. Это придумали не метрологи, это придумали не физики, это придумали радиобиологи. И вот радиобиологи сказали, что если взять много-много-много людей и проанализировать, как эти люди дозу, как они дозу превращают в анализирующих излучения, да, с учетом чего, а какие там эффекты есть, значит, это рассеяние. Как любое фотонное излучение, оно будет рассеяться на человеке. Отражаться будет. Вот если дозиметр повешу, да, будет отражаться. Вот. Вот это все, вот эти все эффекты отражения, поглощения, искажения вот этих полей гамма-излучения фотона, для фотонного излучения, подчеркиваю. Вот. Значит, что оказывается, что все люди, вот много, если всех усреднить, вот эти все эффекты, если есть много людей усреднить, то окажется, что все люди, это шары диаметром 30 сантиметров. Почему так? Ну это значит грудная клетика, на самом деле. И второе утверждается, что если я в точке измерил амбельный эквивалент дозы, потом через эту точку прошло множество людей, много-много-много. И я как-то исхитрился, что у всех этих людей я померил эквивалентную и эффективную дозу, как-то гипотетически взял, вставил органы в сети дозиметры, знаю энергию излучения, все это померил, сосчитал, усреднил, получил настоящий эффективный гипотетический эксперимент. Конечно, делать нельзя, но как бы. То утверждаются, опять радиомбелки утверждают, что амбельный эквивалент дозы в этой точке будет всегда выше, чем на самом деле. То есть дается вернее оценка. То есть на самом деле лучше. То есть люди получат меньшую дозу массы, чем я на время. Называется консервативная оценка, оценка запаса. Вот это амбельный эквивалент дозы. Индивидуальная эквивалент доза. Это, значит, уже поглощенная доза под слоем определенной толщины ткани эквивалентного пластика, но обычно для гамма-озлучения это 7 мм. Размещенная на фантоме 30 на 30 на 15 см. Значит, вот так вот размещается дозиметр. Значит, это уже операционная величина именно для индивидуальных дозиметров. То есть здесь уже более тонко учитывается строение человека. То есть здесь, видите, квадратный фантом, то есть с плечной грудной клеткой. А четвертная клетка, ну, в общем, она где-то почти квадратная. И размеры 30 на 15 см. Ну, типичный такой средний человек, размер грудной клетки человека. Вот оно и есть. И эта величина, это уже эквивалент операционной величины для индивидуального доз-контроля. Значит, есть такие методические указания действующие, которые были приняты кучей организаций, согласованных, значит, организация доз-контроля профессионального включения. Вот и здесь вот четко как рассказано, что групповой доз-контроль для операционной величины объединенный эквивалент доз-контроль, это индивидуальный эквивалент доз-контроль. Значит, что здесь следует сказать? И тоже самая логика, что тоже утверждается, что дозиметр, который от корриврован единиц и индивидуальный эквивалент доз-контроль, это все зим. Значит, что человек реальную дозу получит меньше всегда, чем покажет дозиметр в индивидуальной эквивалентной дозе. Вот так это все выглядит. Значит, что еще здесь следует сказать? что дозиметры крупноблочные делятся как раз на две группы. Это дозиметры, которые отградуированы, соответственно, проверяются в единицах амбигентной эквивалентной дозы или мощности амбигентной эквивалентной дозы. Они применяются для контроля рабочих мест персонала. Это групповой доз контроля. Типичный представитель, например, Дрозд, Грач, еще есть дозиметры, Чибис, снеги, птиц много, и Тера тоже немного. Ну, вы знаете из чего. А есть все-таки индивидуальные дозиметры. Они тоже, они зимирные, но есть и завели документацию. Там написано, что они показывают индивидуальные дозиметры. Причем некоторые дозиметры, внешние, бывают похожи на дозиметры, которые показывают Маисор. Ну, например, аптековский дозиметр ДКГТ-2503. Он очень похож на ноль. Даже размеры чуть-чуть поменьше. Прямо показывающий ноль. Но он, этот дозиметр, нельзя применять не индивидуально, он с контролем и, соответственно, наоборот. Почему про это говорю? Потому что бывают такие случаи, что люди напарываются, покупают дозиметр, думают, что он индивидуальный, а он индивидуальный. В этом смысле самая такая, знаете, красивая, в кавычках история была, или некрасивая, не знаю, эффектная. Знаете, есть такие дозиметры, может отсталкиваться в виде часов. Видел кто-нибудь такие? Вот, сиги. Вы знаете, иногда люди вот покупают, думают, что это индивидуальный дозиметр. Вот, знаете, два раза неправильно. Во-первых, если почитать на него документацию, там написано, что он измеряет Маисор. Просто он так зачем на фоне? Я не очень понимаю, зачем это надо, зачем носить на себе дозиметр, который, значит, применяется для контроля рабочих мест персонала. Второе, значит, что, когда открываешь его документацию, у него оказывается, что он умерит не индивидуальный кавалиндозы, а бедный кавалиндоз. Во что это я знаю? Это очень просто на моих глазах было, когда некая больница закупила на персонал, больница такая, знаете, вот, диспансерские, ядерное излучение, очень много всяких. И они на всех там закупили штук 50 ящик вот этих часов. И потом, когда пошла пора, значит, заполнять эти все карты ДОС-1, ДОС-2, вот этот ДОС-контроль, то оказалось, что не то. Ну и чего, значит, пишет этот ящик этих часов, которые используются, знаете, как подарок на юбилей начальника. Знаете, красиво, вот тебе часы дозиметра. Всё, в другом виде нет. Ещё иногда как индикатор используют, ну просто вот. Есть излучение, нет и всё. Второй момент есть, насчёт индивидуальных дозиметров или этих самых. Вот бывает так, что индивидуальный дозиметр, он должен размещаться обязательно, строго, так, как написано в документации. Потому что они проверяются, калибруются вот на тех фантомах квадратных, как я бы сказал, а соответственно так и должны показываться. А бывает так, что вот написано должен быть либо на груди, либо на поясе. Вот так и надо носить. Потому что если его положить в колодку, бывает так, что люди берут, снимаются, кладут в колодку, мешаются. Вот нельзя. Особенно, между прочим, в местучреждениях. Потому что он в других условиях облучения находится, и он может занитить. Я прикидывал, например, дозиметр индивидуальный, положенный в кармане халата, когда он не на груди, и человек работает с низкоэнергетическим излучением типа рингем, или тоже технец, 140F и ниже. А низкоэнергетическое габоизлучение здорово рассеивается, между прочим. Оно очень здорово рассеивается, отражается и так далее. Так вот, когда он висит на груди, он работает так, как он грудуирует на фантоме. Соответственно, он учитывает все эти эффекты отражения вот этого рентгенского излучения. А когда он сидит в кармане, то уже нет. И разница будет, между прочим, я прикидывал, процентов где-то вроде 20. То есть, человек сдает дозиметр на туз-контроль, а люди работают с реверальным излучением, или какого-то персонала. Вот. Ему там дают эти карты все, а на самом деле, оказывается, и это никто не знает, кроме него никто не знает, что он висит в кармане. Что он на самом деле получил дозу до 20% больше, чем у него в дозиметрах показалось. Ну а дальше люди все взрослые и так далее. То есть вот это надо тоже следить. Ну и еще к дозиметрам, я бы сказал, выделяется такой подкласс, это поисковые дозиметры. Значит, это по большому счету те же дозиметры, которые показывают МОЭТ. Это индивидуальные дозиметры. Но их особенность такая, что они сконструированы так, что у них а высокая чувствительность, и б у них низкая, собственно, анисоторопия. То есть, если я возьму обычный дозиметр, и начну его крутить в пучке излучения, то он будет свои показания менять. Из-за чего? Ну, что он сам себя экранит. То есть я поверну его задом наперед, понятно, что детектор у него здесь, и он будет занижать. Так вот, эти дозиметры сделаны поисковые так, что, по крайней мере, вот в двухпильной, как говорится, полуплоскости у него анисоторопии нет. Вот, с его помощью еще сделано. Можно найти локализованный какой-то там потерянный, или там, не знаю, источник локализованный. Ну, вот типичный такой представитель, это вот наш, пускаемый нашей компанией, МКСРП-08. Значит, он на других принципах построит анисотор. Вот, у него действительно высокая чувствительность, и, значит, регистратор. Значит, ну, простейшую складную это пропущу. Еще тоже, буквально два слова, как это все происходит в метрологии. Значит, проверяются эти дозиметры вот на таких установках, там стоит излучатель, вот тут стоит дозиметр на поверхе. Вот. Расстоянием регулируется мощность дозы, и еще, значит, естественно, на самом деле, что вот на этих установках никто ни в каких вот этих фантомах, шарах, кроме индивидуальных. Вот индивидуальные всегда проверяются и меряются на фантомах. Амбиентная галендоза никто в этих шарах не меряет. Я, честно говоря, в своей жизни только один раз видел такой настоящий шар. Все, на самом деле, происходит через эти самые константы. То есть, есть вот эти метрологические институты, они как раз ищут константы переходные от амбиентной галендозы, там, скажем, к поглощенной дозе или к герме, и вот через них, собственно, и работают. То есть, передаются единицы к гермы, умножаются на коэффициент, получается амбиентный эквивалент. Это и величины. Ну вот, собственно говоря, что касается единиц величин, здесь я уже закончил.